Итак, я сегодня хочу продолжить рассказ о теореме Миллера Шварца. В прошлый раз мы начали доказывать ее, и сегодня я завершу доказательство. Давайте я напомню, естественно, формулировку. Вот, у нас есть метрическое пространство Х, и мы предполагаем, что пространство хорошее в том смысле, что оно является геодезическим. Так, геодезическое метрическое пространство. Ну, это означает, что любые две точки можно соединить геодезическим путем. Вот, и у нас действует группа. Пусть группа действует на пространстве. Вот, причем действие обладает двум условиям. Так, действует она, во-первых, коограничено. И действие коограничено, и метрически дискретно. Ну, чуть помню. Что такое коограничено? Вот как раз мы обсуждали до начала лекции. Это означает, что орбита любой точки является коограничным множеством в Х. Вот, метрически дискретно. Ну, давайте я словами просто напомню. Это условие метрически дискретно. Условие, то, что группа действует метрически дискретно, состоит в том, что, если мы возьмем любую точку пространства Х, и возьмем любое положительное число, и рассмотрим множество тех элементов, которые сдвигают эту точку на расстояние, не больше, чем вот это положительное число, которое мы зафиксировали, то всегда это множество будет конечным. Вот. И, значит, вот эти условия. Значит, и заключение состоит в следующем. Тогда, значит, во-первых, ну, давайте две части, да, первая часть состоит в том, что группа Ж конечная порождена, ну, существует некоторое множество порождающих, таких, что А, конечная. А вторая часть состоит в том, что, вот если мы рассмотрим группу, как метрическое пространство, соответствующее словарной метрикой, относительно этого множества порождающих, то получаем квазизометрию более того. Если мы рассмотрим произвольную точку, ну, давайте так, я, по-моему, Х0 ее обозначал, значит, для любой точки Х0 пространство Х, значит, если мы рассмотрим отображение, которое сопоставляет каждому элементу группы соответствующую образ этой точки относительно действия этого элемента, значит, это квазизометрия. Изометрия. Ну, какого пространства? Значит, я, как я уже сказал, значит, группу мы рассматриваем как пространство, метрическое пространство со словарной метрикой, то есть вот так вот, G, значит, вот здесь я, видите, я пишу пару, потому что здесь важно, здесь я указываю, какую именно словарную метрику, какую именно метрику я рассматриваю на группе, ну, вот так я обозначаю словарную метрику, D с индексом А, да, квазизометрия, ну, вот одного пространства в другое. Значит, мы доказали первую часть, вот, то есть мы доказали, что группа, что группа порождается конечным множеством порождающих, вот, но на самом деле, чтобы доказать вторую часть, да, мне нужно, я, мне все-таки нужно напомнить доказательства первой части, вот, и давайте я это сделаю. Значит, что вы делали, да, значит, мы, что нужно сделать? Во-первых, надо определить, нужно было определить вот это множество конечных, вот это конечное множество порождающих. Значит, я определил следующим образом. Значит, в качестве А, значит, я выбрал некоторую константу, да, которую я обозначал через С, и в качестве А я просто взял множество всех элементов группы Ж, которые сдвигают точку Х на расстояние, не превосходящее вот этого числа С, то есть расстояние между Х0 и образом этого Х0 относительно преддействия элемента Ж не превосходит вот этого числа С, да. Вот в силу того, что действие наше метрически дискретно, вот это множество конечное для любого С. Вот. Значит, вот это множество конечное. Вот. И я показывал, что, ну, для некоторого выбора вот этого С, оно действительно порождает группу. Вот. Ну, значит, вот я напомню это рассуждение. Значит, в чем состоит идея. Вот мы взяли вот, значит, что нужно сделать? Нужно показать, что любой элемент Ж будет являться произведением вот этих элементов из множества А. Ну, и им обратных, но, на самом деле, обратные мы там не использовали. Ну, в общем, значит, вот. Ну, действительно, давайте посмотрим, да. Значит, как мы это доказывали? Вот мы брали точку Х0, давайте где-нибудь рисунок, а вот здесь вот. Вот. И рассматривали соответствующий образ этой точки при действии элемента группы, при действии Ж, да. Мы брали произвольный элемент Ж, и вот показывали, что он и будет являться произведением. Вот смотрите, значит, вот было ЖХ0. Значит, вот теперь я пользуюсь тем, что наше пространство является геодезическим. Это означает, что можно провести геодезическую, ну, взять геодезический отрезок, соединяющий две эти точки. Дальше я выбирал некоторое эфсимон, произвольное абсолютно, некоторое положительное число, и брал последовательность точек. Ну, по-моему, у него были Х1 и так далее. То есть я разделял наш отрезок геодезический на какое-то количество отрезков, так, чтобы расстояние между точками, ну, между соответствующими точками деления, между каждой парой соседних точек деления не происходило эфсил. Значит, это будет, ну, значит, это будет, соответственно, ХК минус 1, а это будет ХК, тогда вот точка, да. Значит, вот это расстояние не превосходит эфсила. А дальше я использовал тем, что это множество К ограничено, то есть орбита К ограничена. Значит, значит, что до каждой точки ХИТ существует некоторая недалеко лежащая точка из орбиты, да, значит, они у меня обозначались через Y и Т. Значит, это было, ну, давайте, Y0, она совпадала, естественно, с этой точкой. Это было Y1. Вот, это было там где-то X2, было там Y2. Вот, ну, и расстояние, ну, где-то было предпоследнее, значит, YК минус 1, а Y-ка-то это была просто вот сама точка, ну, совпадала вот с этой точкой же Х0. Вот, ну, важно, значит, важно, что расстояние между соседними точками было ограничено какой-то константой, а именно, ну, вот, если, так сказать, если вот параметр какой-то ограниченности, то есть если для каждой точки ХИТ существует точка YКИТ, отстоящая от нее на расстоянии, там, не происходящем некоторого R, то, соответственно, тогда расстояние между соседними точками будет, там, сколько, Эпсилон плюс 2R, ну, это вот, и вот в качестве этой константы С я брал как раз вот эту Эпсилон плюс 2R. То есть, на самом деле, нам было важно, что расстояние между соседними точками YИТ и YИ плюс 1 для всех, и было не превосходило вот этой константой С. И вот, значит, вот здесь состоит в том, что мы, так сказать, от точки Х0 к точке ЖХ0 можем, так сказать, перепрыгивать, вот, перепрыгивать через точки орбиты, ну, причем, каждый раз мы прыгаем на расстояние не превосходящего С. Вот, собственно, отсюда и пошла, вот отсюда, так сказать, вот отсюда и получается то, что вот это множество А порождает нашу группу. Ну, давайте еще раз посмотрим, почему это так. Да, ну, вот смотрите, значит, в чем идея? Вот, смотрите, вот от точки Х0 надо найти некоторую последовательность элементов, да, которые так, чтобы мы, так сказать, последовательно, последовательными элементами группы так, чтобы сначала точка Х0, ну, на самом деле, точка, которая совпадает с Y0, да, сначала перепрыгала в Y1, потом Y1 надо перевести в Y2 и так далее, вот, так сказать, вот такими прыжками нужно передвигаться и, значит, дойти до точки, вот, дойти до последней точки GX0, да, ну, вот, чтобы перепрыгнуть от точки X0 к Y1, надо ее умножить, ну, поскольку, смотрите, да, расстояние между X0 и Y1, оно не превосходит С, значит, существует такой элемент из множества А, который переводит точку X0 в Y1, ну, давайте я просто напишу, то есть, значит, G, скажем, 1 от X0 равно Y1, да, вот, существует такой элемент G1, который принадлежит множеству А, поскольку множество А как раз и состоит из таких элементов, которые переводят точку X0 в расстояние не больше, чем, не больше, чем С, да, и теперь смотрите, вот, теперь надо перескочить от точки Y1, Y2, вот, ну, а как это сделать? Значит, сначала, то есть, мы, на самом деле, картинку сначала, то есть, точку Y1 передвинем в Y0, да, то есть, нам уже, то есть, вот это множество А состоит из всех точек, которые X0 переводят на какое-то ограниченное расстояние, да, то есть, нам, на самом деле, нужно, так сказать, перепрыгивать, то есть, уметь перепрыгивать от точки X0 на какое-то ограниченное расстояние, Значит, точку Y1 надо сначала перевести в X0, при этом точка Y2, естественно, поскольку это изометрия, она перейдет в какую-то точку, которая находится от X0 на расстоянии, не превосходящем С, потому что расстояние между точками Y1 и Y2 не превосходит С. Потом точку X0 перевести в эту новую точку с помощью какого-то элемента, скажем, G2, его обозначим. А потом эту картинку надо перевести снова, так сказать, таким образом, чтобы X0 опять перевелся в X1, тогда Y1 переведется в Y2. Ну, значит, вот я уже не буду формально писать, поскольку эти формулы, как бы сами формулы я писал в прошлый раз, но можно сразу написать, смотрите, значит, чтобы перевести Y1 в X0, надо взять элемент, соответственно, G1-1, да, вот этот элемент переводит точку Y1 в X0, вот, но надо, так сказать, умножать, поскольку мы последовательно умножаем, так сказать, слева, да, надо умножать, надо умножать слева. Дальше будет некоторый элемент G2, который переводит вот эту точку X0 в образ полученной точки Y2, который находится на расстоянии непревосходящем С, да, вот важно, что этот элемент G2, он принадлежит нашему множеству А. Затем снова мы, значит, всю картинку переводим, значит, вот эту точку X0 переводим в Y1, соответственно, наша точка переведется в Y2, получается вот так вот. То есть вот такой элемент переводит точку Y1 в точку Y2, причем, причем что? Причем G2 опять элемент, принадлежащий А, да, вот. Ну вот, я писал вот как раз вот эти равенства в прошлый раз, но вот сейчас я немножко, я просто кратко их повторяю. Ну и, соответственно, что получается, да, Y1 это равно G1, X0, G1 здесь сокращается, получается G1, G2, и X0 равно Y2, да. Ну вот, теперь мы точно так же повторяем рассуждение, значит, то есть вот мы хотим, если мы хотим Y2 перевести в Y3, значит, мы делаем то же самое. Y2 переводим сначала X0, потом, значит, полученную X0 переводим в получившийся образ точки Y3, то есть который находится на расстоянии превосходящем С, это будет G3 какой-то элемент, да, А потом снова переводим X0, переводим в Y1, и соответствующая наша точка перейдет в Y3, вот. Получается, что, ну, сразу напишу, да, значит, получается G1, G2, значит, минус 1, это получается Y2, то есть это вот элемент, который переводит Y2 в X0, да, Дальше, получается, берем YG3, переводим эту точку, так сказать, в какой-то, ну, вот, соответствующий образ точки Y3, а потом снова умножаем на G1, G2, ну, вот, давайте, мне так немножко места не хватает, я вот так вот напишу. Вот, да, и это будет равно Y3, вот, и что получается? А вот эта точка как раз есть X0, да, получается, G1, G2, G3 на X0 равно Y3, ну, и так далее, получается, что, значит, находим, причем G3, да, это элемент снова из А, вот, и так далее, получаем, что G1, и так далее, G, находим до, так сказать, до последнего элемента GK, который переводит, с помощью которого мы переводим Y-1 в YK, получается, G1, и так далее. То есть, произведение вот этих элементов, значит, на X0 будет равно, соответственно, вот этому последнему Y-1, то есть G, GXK, да, GX0, да. Вот такое равенство мы получили, а теперь вот что, значит, вот, а теперь отсюда вот что следует, да, получается, что вот эти два элемента, они переводят точку X0 в одну и ту же точку. Значит, отсюда, конечно, не следует, что G, это просто равно произведение, да, вот, но отсюда вот что получается. Если мы умножим, так сказать, равенство, то есть применим к этому равенству элемент g минус 1, получается g минус 1, g1 и так далее, gk,t на x0 равно x0. Так? Вот получается. То есть вот этот элемент, он оставляет точку x0 неподвижным, а поскольку он оставляет точку x0 неподвижным, то он по определению принадлежит нашему множеству a. То есть если мы обозначим через h вот этот элемент, он лежит в стабилизаторе вот этой точки x0, то есть он точку x0 переводит, так сказать, на нулевое расстояние, поэтому он лежит в множестве a, получается, значит, имеем вот такое равенство, и получаем, что, значит, что получаем? g равно отсюда, да, отсюда получается g равно, значит, g, значит, g1 и так далее, gk,t на h минус 1. Вот. И вот эти все элементы, они лежат в a, и получается, что g из произведения элементов, лежащих в множестве a. Вот это, собственно, я повторил доказательства вот этой первой части, а теперь переходим ко второй. Вот. А значит, нам нужно показать, что это квазиизометрия. И вот мы, когда я на той лекции, где я рассматривал квазиизометрию, я доказывал следующее утверждение, следующее полезное утверждение. Значит, отображение является квазиизометрией, если, во-первых, оно является квазиизометричным вложением, это, во-первых. А во-вторых, оно является, образ, это отображение является коограниченным множеством, да. То есть нужно доказать два факта. Нужно. Для доказательства вот этой части нужно доказать два, нужно доказать две вещи. Первое, это что, значит, вот это отображение GX0 является квазиизометричным вложением. Вы помните, да? Значит, чем отличается квазиизометричное вложение от квазиизометрии? Квазиизометрия – это отображение, значит, для которого существует... Это квазиизометричное вложение, для которого существует квазиобратное. То есть нужно еще найти обратное отображение, так, чтобы, ну, квазиобратное означает, что если мы возьмем композицию, значит, в ту или в другую сторону, то есть две композиции, эти отображения, то получаем, как бы, отображение, которое сдвигает точки на ограниченное расстояние. Но на самом деле мы... Ну, нужно вот для того, чтобы, так сказать, мы управляем... Вот это вот... То есть нахождение квазиобратного иногда бывает, ну, не очень удобно, мы применили вот это утверждение и получили, что, на самом деле, нужно доказать, что вот только вот это, и второе, что... Значит, образ, то есть вот это вот GX0, это образ всей группы при этом отображении, поограничено. Ну, вот эта часть, на самом деле, оно фактически... Это просто повторение условия то, что действие поограничено. Мы как раз вот это, как раз и, собственно, и говорим, как раз и требуем, что действие поограничено, если любая орбита является поограниченной. Ну, сейчас, если вот мы рассматриваем вот эту конкретную орбиту, то есть вот это второе условие, оно у нас автоматически выполнено, и нам нужно показать... Нам нужно показать, что вот это квазиизометричное вложение. Ну, я напомню, что такое квазиизометричное вложение. Значит, это... Если у нас есть два отображения одного пространства в другое, оно называется квазиизометричным вложением, если у нас просто расстояние между образами оценивается, так сказать, линейной функции от расстояния между прообразами этих точек, ну, причем линейная функция там с некоторыми фиксированными параметрами, с некоторыми глобальными параметрами. Ну, давайте, значит, я напишу, да. То есть, ну, что нужно показать? Нужно показать, что, значит, расстояние между образами, то есть, если мы, значит, берем два элемента группы, значит, для любых элементов GH нашей группы, вот, расстояние между образами, то есть, расстояние в словарной метрике, а, нет, значит, расстояние между образами, это расстояние между вот этими точками, GX0, HX0, значит, меньше равно... Ну, С у нас занята константа, да, в значении, мы будем использовать D. Значит, альфа, значит, существует для любых... Нет, существуют такие альфа, ну, больше равны единице, и С, о, нет, D теперь уже будет, да, С у нас сегодня занято. Существуют такие числа альфа и D, ну, альфа больше равны единице, и D больше равны нулю, такие, что вот альфа здесь будет в одну сторону, соответственно, расстояние словарной метрики между G и H, плюс D, да, а здесь будет с другой стороны соответствующая, значит, единица делить на альфа, D, A, G и H минус D. Так, ну, вот такое у нас... Так, ну, все-таки, да, какую-то букву D сумел вставить. Вот. Вот что нужно показать. Ну, на самом деле, я понимаю, что это не важно, да, то есть здесь важна, значит, единица на альфа, альфа просто смысл в том, что здесь стоит какое-то... То есть это произвольные константы, просто здесь какая-то маленькая константа, а здесь какая-то побольше константа, да, может быть. Вот, ну, неважно, да, то есть... Вот, хорошо, значит, вот нам нужно доказать вот это разница. То есть, другими словами, да, нам нужно оценить вот эту длину, вот это расстояние между точками, и через вот это расстояние между точками нужно оценить сверху и снизу ну, вот такой линейной функции. Вот, и что еще можно сказать? Ну, вот, что можно сказать. На самом деле, вот здесь вот эти G и H, сейчас мы немножко упростим, а именно, значит, вот я напомню, что такое словарная метрика, да, словарная метрика, расстояние между точками G и H, словарной метрики, это есть, значит, словарная длина вот такого элемента группы. Значит, так, давайте я обозначу, вот так буду обозначать словарную длину относительно множества порождающих А, то есть это длина кратчайшего слова, кратчайшего слова, ну, порождающих, вот этих порождающих А, представляющего вот этот элемент. Вот это G минус 1H, да? И так я обозначаю словарную длину. Вот. А что такое расстояние между точками G и H? Вот, вернее, GX0 и HX0. На самом деле, поскольку, значит, вот, поскольку это все изометрии G и H, да, G и H, то есть группа действует изометриями, то есть умножение, ну, то есть, так сказать, если мы берем образы двух элементов при действии элемента G, то это расстояние между, это будет тоже равно расстоянию между прообразами. На самом деле, можем написать, что расстояние между GX0 и HX0, это просто равно, значит, если мы на G минус 1 умножим, то это то же самое, что расстояние между X0 и G минус 1HX0, да, вот так вот. То есть, посмотрите, здесь G минус 1H, и здесь G минус 1H получается, да, поэтому на самом-то деле, значит, вот это неравенство можно переписать в таком виде, просто, значит, как бы у нас, нам не нужно два элемента здесь рассматривать G и H, достаточно рассматривать один элемент G, ну, который, так сказать, вместо G минус 1H, да, давайте я просто перепишу эту формулу, значит, расстояние между X0 и GX0, так, из экономии места я просто переписываю прямо, так сказать, формулу меняю, да, а здесь, ну, соответственно, будет стоять, вот расстояние, вот, здесь будет стоять, соответственно, G, словарная длина А, и здесь тоже будет стоять словарная длина элемента А, элемента G, извините, словарная длина элемента G. Ну, то же самое, просто, если мы, так сказать, вот теперь H у меня уходит, вот, это равенство переписывается в таком виде, да, вот, что нужно нам-то показать. То есть в качестве G здесь, вот, значит, новое G будет просто G минус 1H, вот. Так, и это старое G минус 1H. Ну, вот, вот это неравенство, то есть, на самом деле, нужно выразить, как бы, вот эту величину нужно выразить через словарную длину. Ну, смотрите, словарную длину, это то же самое, на самом деле, что словарную длину надо как-то оценить через, вот, длину, расстояние между точками X0GH. Ну, вот, из доказательства мы что видим? Смотрите, ну, что такое словарная длина? Это словарная длина, это просто длина кратчайшего слова, ну, то есть длина кратчайшего произведения из этих элементов множества А, так, что, которая дает вот в этом произведении вот этот элемент G. Теперь смотрите, вот это, получается, что мы представили элемент G, видя не более чем K плюс 1, множителей, вот эти, из этих элементов А. То есть для вас словарная длина элемента G не превосходит K плюс 1. Потому что K плюс 1 множители вот таких, да? Ну вот. А теперь, как можно оценить, например, сверху, вот, смотрите, получается некоторая верхняя оценка, да? Как можно оценить сверху вот это число K? Ну, смотрите, это число, так сказать, вот этих отрезков разбиения. Ну, очевидно, что число этих отрезков разбиения можно выбрать не больше, чем, ну, смотрите, расстояние между ними не превосходит эпсилон. То есть можно сначала идти, так сказать, по эпсилону, по эпсилону, по эпсилону, а потом остаток, который получается, да, ну, вот, который, там, может быть, меньше эпсилон, или, или, и, вот, как вот. То есть получается, что число отрезков, конечно, не превосходит число отрезков. То есть вот это K, очевидно, что мы можем выбрать не превосходящим, чем расстояние между точками X0 и GX0 делить на эпсилон, да? Всегда можно такое, на такое число отрезков развить. Вот. Ну, и все получается, что получается, значит, если мы подставим сюда, получается, что единица на эпсилон, значит, расстояние между точками X0, GX0, плюс 1. То есть мы оценили вот эту, вот, словарную длину, сверху оценили через, вот, через расстояние между точками, да? Через расстояние между точками X0 и GX0. Значит, давайте посмотрим, где, что мы, на самом деле, получили. Вот так все. Получили, ну, то есть, вот, мы получили верхнюю оценку для этой штуки, да, для словарной длины. Это получается, что мы фактически получили вот эту часть. Ну, то есть, на самом деле, можно, значит, чтобы переписать ее в том виде, в котором нам нужно, надо, что получается? Получается, что D, вот, давайте формально перепишу, значит, надо вот это расстояние оценить снизу через вот это, да? Получается, что расстояние между точками X0 и GX0, значит, больше или равно, чем, значит, надо взять, что? умножить на эпсилон, значит, получается эпсилон G А минус, значит, словарная длина элемента G минус эпсилон, да? Вот, если я правильно переписал. Ну, вот, собственно, значит, вот надо взять, что, то есть, при D больше или равном эпсилон, при альфа, значит, больше или равном, чем единица на эпсилон, да? Вот при таких значениях D и альфа вот это неравенство выполнено. То есть, нам нужно найти какие-то D и альфа, да? Ну, вот, если мы возьмем такие значения D и альфа, то получается, что вот это, вот это левое, вот это первое неравенство выполнено при этих, при этих значениях, при вот таких D и альфа, да? Вот. Ну, то есть, мы, на самом деле, оценили линейным образом вот это расстояние через это расстояние. Вот, собственно, значит, в одну сторону мы показали, а теперь надо в другую сторону показать. Вот. То есть, надо оценить, ну, вот это расстояние сверху, линейные функции от словарной длины, ну, или то же самое, что... А, собственно, вот. Давайте, да, давайте, давайте оценим. На самом деле, оценка, это очень, значит, будет выглядеть похожим образом. Дело вот в чем. Допустим, что... Ну, что это значит, да? Надо показать, что, значит, вот, значит, вот, вот эта словарная длина. То есть, значит, пусть, значит, скажем, словарная длина вот эта равна К, да? Пусть. Это означает, что Ж имеет вид, вот, примерно такой же вид, значит, Ж1 и так далее, ЖК, А, где ЖК, это просто элементы множества А и обратные. Ну, вот я вот так запишу, А плюс минус 1, да? Вот. Хорошо. А теперь смотрите, я, на самом деле, вот сделаю такое маленькое замечание, что, на самом деле, если мы вот это множество А, то есть множество тех элементов Ж, которые сдвигают нашу точку Х0 на расстоянии непревосходящей от С, на самом деле, это просто, значит, если мы возьмем любое обратное из этого множества, то, на самом деле, он будет принадлежать множество А, да? То есть, почему? Потому что, ну, давайте формально запишу, да? Значит, что получается, если у нас есть расстояние между точками Х0 и какой-нибудь ХХ0, да? Значит, оно же равно расстоянию между точками. Ну, теперь на Х-1 умножим, получается Х-1Х, Х0, да? Х0. Вот так вот. И что получается? То есть, если Х сдвигает точку Х0 на расстоянии непревосходящей от С, то, значит, элемент Х-1 тоже сдвигает эту точку Х0 на расстоянии непревосходящей от С. То есть, другими словами, если элемент, если Х лежит в А, то и обратный Х-1 тоже лежит в А. Поэтому мы имеем вот такое равенство, да? Поэтому здесь просто можем стереть. А теперь вот, смотрите, вот мы имеем такое произведение, и мы как бы делаем, ну, как бы вот это обратное рассуждение, то есть мы вот находим вот эти точки Y и Т, да? Значит, что получается? В качестве Y и Т, возьмем, значит, G1, значит, что нужно? Вот эти, вот первое произведение, значит, G1 и так далее, G, ну, G и Т умножить на Х0. Вот рассмотрим такую точку, значит, И равно 1 и так далее, К, да? Значит, что мы имеем? Ну, да, и можно даже для нуля тоже рассмотреть. Y0 равно Х0, да? Значит, как оценить расстояние? Рассмотрим расстояние между соседними точками. Y и Т, Y и плюс первое. Чему это равно? Это расстояние между, значит, соответственно, если мы подставим, знаете, подставим вот эти определения вот этих точек, получаем G1 и так далее, G и Т, X0, да? А здесь получается то же самое, но G и плюс 1 надо взять. G1, G, и G, и плюс 1, X0. Ну, вот я так написал. Теперь смотрите, вот этот множитель, здесь один и тот же. Значит, если мы его множим на обратной, то, поскольку это изометрия, то получаем, что расстояние будет то же самое, что и расстояние между точками. X0 и G, и плюс 1, X0, да? Вот, 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 получаем такое равенство. Ну, а вот эта точка G плюс 1, она лежит в А, значит, по определению, это точка, сдвигающая точку X0 на расстоянии превосходящей от С. То есть это расстояние не превосходит С. Что получается? Мы получили некоторую последовательность точек, ну, прямо как здесь изображено, значит, но расстояние между этими, значит, от точки X0 к точке GX0 можно перепрыгнуть через вот эти промежуточные точки Y, и так, что расстояние между соседними точками Y, и, и, они превосходят С. Ну, теперь неравенство треугольника применяем и получаем, что расстояние между точками X0 и GX0 не превосходит сумме вот этих расстояний. То есть надо взять просто не превосходит, чем K умножить на С, да? Вот, и что получается? А вот K мы выбрали как раз вот это вот слово, которое, кратчайшее слово, которое представляет вот этот элемент. То есть это равно просто С на G над словарной длиной элемента G. И, собственно, мы могли, смотрите, получили вот это такое, вот это расстояние оценивается сверху через вот это выражение, ну, и, соответственно, получается, что G А больше равно, чем единица на С вот этого расстояния, да? X0, GX0. Так, ну, вот, собственно, получили то, что получили... А, подождите, вот как раз нам и нужно вот это было получить, я даже даже не нужно переписывать. Смотрите, я вот получил вот это неравенство, это значит, что я получил вот про то, что нам требовалось в правой части. Ну, да, альфа, значит, альфа нужно просто взять больше равного, чем С. Ну, собственно, вот, если мы альфа выберем достаточно большим, то получается, что верны вот обе части вот этого неравенства, и получается то, что нужно. То есть это по азизометрия, вот, и, ну, собственно, мы завершили доказательства этой теоремы. Вот, ну, все, значит, теоремы доказаны. Вот, значит, что теперь... Теперь мне... по поводу формулировки теоремы у меня несколько замечаний сразу возникает. Вот. А именно... Ну, первое замечание, да. На самом деле, если вы посмотрите формулировки этой теоремы, в той же, например, Википедии, вот, или еще каких-то из других источников, то вы увидите немножко другую формулировку. Как я уже говорил на просто лекции, вот, ну, часто довольно какие-то классические теоремы, они, так сказать, в разных источниках имеют немножко разные формулировки. Вот. Значит, вот обычная формулировка, более стандартная формулировка, она... заключается в следующем. Вот. Во-первых, рассматривается более узкий класс метрических пространств. Рассматривается так называемое собственное пространство. Значит, х собственное. Ну, это не очень хороший термин, но это перевод английского термина пропа. Вот. Я... Значит, это не очень, не очень устоявший за термин в русскоязычной литературе. Но, тем не менее, нам нужно какой-то термин использовать. Вот я пока вот такой термин использую. Значит, собственное... Ну, я сейчас объясню, что это такое. Собственное, но, опять же, геодезическое, метрическое пространство. Значит, что такое собственное? Значит, пространство х собственное, это определение. Если... Если любой замкнутый шар является компактным... компактным компактным под пространством. Видите, здесь используется собственно такой... Здесь используется, как бы, вот эта топологическая терминология. Значит, если для любой точки, скажем, ну, х0, для любого R больше 0, замкнутый шар с радиусом R является компактным. Компактное пространство. Ну, давайте я напишу компактное. Вот. Ну, вот, дополнительные условия. На самом деле, видите, мы для доказательства теоремы, мы, в общем-то, это не использовали. Вот. Значит, дальше относительно действия требуется, во-первых, да, чтобы... ой, извините, G. X, значит, действие, оно является не ко-ограничное, а ко-компактное. Вот. И, значит, метрически дискретно. Ну, иногда, на самом деле, значит, использовать термин просто дискретно. Вот. Это просто для обозначения того же самого, да, используется просто термин дискретно. Значит, смотрите, вот ко-компактное. Значит, что ко-компактное? Значит, ко-компактное действие называется ко-компактным. Давайте я напишу по определению. Значит, если существует компактное подмножество нашего пространства, X такое, что значит, если мы возьмем орбиту этого подмножества, то есть G, K, и она заполняет все пространство. Вот. Вот теперь смотрите, мы вот из этого, когда мы предполагаем дополнительное условие, что X является собственным, то есть любой замкнутый шар является компактным, то вот это условие ко-компактное, оно эквивалентно ко-ограничность. Ну, почему? Потому что если у нас есть ко-компактное, да, значит, давайте я покажу, что ко-компактное ко-ограничное это просто эквивалентные вещи в этом случае. Это означает, что, вот если оно, давайте, ну, в одну сторону посмотрим, да, значит, если у нас, если у нас имеется ко-компактное подмножество, да, во-первых, любое компактное является ограниченным. Мы знаем, что у метрического пространства, если у нас имеется компактное подпространство, ну, те, кто знает катапологию, естественно, то оно является ограниченным и замкнутым. Вот. Знаете такое утверждение? Знаете, да. Но на самом деле обратное не всегда верно, но, например, для пространства, например, для РН, для эвклидового пространства, подпространство является компактным тогда и только тогда, когда оно ограничено и замкнутым. Но... Но хаусдорфово и смешно обучено. Ну, хаусдорфово нет, погодите, значит, смотрите. Ну, во-первых, конечно, сейчас... Да, хаусдорфово, да. Конечно, конечно. Нет, смотрите, метрические... Просто из того, что она является метрическим, из того, что есть метрика, вытекает, что она является Холсдорфом. Так вот, что дальше? Компактный является ограниченным. То есть, если существует компактное, так что орбита этого компактного покрывает все пространство, но ограниченное, значит, что он лежит в каком-то ограниченном шаре, правильно? То существует и шар, который покрывает, значит, орбита которого покрывает все пространство. Но если существует шар, орбита которого покрывает все пространство, то следует, что если мы осмотрим центр этого шара, то орбита этого центра как раз будет являться коограниченной. Собственно, из определения следует, да? То есть, из кого-компактности вытекает коограничность. Обратно, если у нас имеется коограниченное, то, соответственно, это означает, что существует орбита замкнутого шара, которая покрывает всё пространство. Ну а замкнутый шар является компактным, то есть, собственно, получается тривиальное такое следствие. Ну то есть вот, собственно, я переформулировал, вот в случае, когда их собственное дизитическое метрическое пространство, значит, вот это условие, оно как бы коограниченность эквивалент нашей компактности. И вот это более стандартная формировка теорема Мирон-Рашвардс. Если х – собственное геодетическое метрическое подпространство, и группа действует на этом пространстве кокомпактно и метрически дискретно, ну дискретно просто другой термин используется. Тогда заключение этой теории то же самое. Тогда группа является конечно порожденной, и соответствующее отображение будет являться квазизометрией. То есть у нас получается, что группа квазизометрична всему пространству. Значит это первое такое замечание. И вот это вот условие, когда группа действует на каком-то пространстве метрическом, кокомпактно и дискретно, вот это действие еще называется иногда используя термин геометрическое действие. Ну вот если у нас останется время, я может быть приведу какие-то примеры. Но давайте сейчас, значит, сейчас я хочу еще одно замечание, еще одно как бы замечание к формулировке этой теоремы. А замечание стоит в следующем. Ну смотрите, мы показали, что вот эта квазизометрия, она имеет место для какой-то одной специальной словарной метрики на группе. На самом деле я сейчас сформулирую утверждение, которое состоит в том, что на самом-то деле, вот как с точностью до базии изометрии, группа, она как метрическое пространство, она не зависит от выбора конечного множества порождающих. На самом деле очень легкое, ну такое довольно легкое утверждение, утверждение, ну давайте я сформулирую эти предложения. Значит, если группа порождается двумя множествами порождающих, ну причем оба конечны, то как метрические пространства относительно двухсловарных метрик, они квазизометричны. Значит, вот я так напишу, значит, теперь я пишу пару, да, значит, метрическое пространство, значит, которое рассматривается группой, группа вместе с первой словарной метрикой, она квазизометрична, ну вот я, значит, использую такое обозначение для квазизометрии, в той же самой группе относительно другой словарной метрики. Вот. Ну на самом деле это очень легкое утверждение, почему? Ну, смотрите, значит, ну как в качестве, значит, надо показать, что у нас вот эти два пространства квазизометричны, значит, надо устроить какую-то конкретную квазизометрию, ну вот естественно в качестве квазизометрии осматривать тождественное отображение, то есть просто отправлять элементы группы в себя, да, и просто рассматривать две различные метрики. И все, что нам нужно сделать, просто оттенить одну метрику через другую. Вот. Получается, что получается, ну давайте оценим одну метрику через другую. Давайте возьмем какую-нибудь, значит, что, ну вот скажем, вот эту метрику, вторую через первую. Значит, что для этого нужно сделать? Так что представить каждое слово, B, вот если мы возьмем, значит, любую порождающую, да, то он представляется каким-то словом относительно первой системы порождающей. То есть у нас имеет место равенства такое, B равно какому-то слову W, ну вот, значит, с индексом B, где это слово принадлежит, ну, записанных порождающих, записанных порождающих A, да. Значит, что получается? Тогда, если мы рассмотрим, значит, что такое, значит, смотрите, ну как я уже писал раньше, да, то есть расстояние между двумя элементами G и H, это просто есть словарная длина вот такого элемента, ну, относительно соответствующего множества порождающих, да. То есть на самом деле нужно оценить расстояние между точками, достаточно оценить то, что словарную длину соответствующего элемента, да, ведь у нас получается то же самое для расстояния между относительно словарной метрики и относительно, значит, другого множества порождающих, да. И надо просто сравнить вот эти две словарные длины. Ну, теперь смотрите, значит, чтобы вычислить вот эту словарную длину, что такое вот эта словарная длина элемента, то есть надо сравнить просто, брать произвольный элемент и сравнить просто словарные длины вот этого элемента относительно двух этих множеств порождающих, да. Что такое словарная длина относительно B? Это, значит, длина кратчайшего слова. Значит, ну, длина кратчайшего слова, которое представляет этот элемент, значит, как взять, как найти, какое это слово, которое представляет этот элемент? Значит, надо сначала его представить в виде порождающих из этого множества, да, а потом вместо каждого порождающего из этого множества, Нет, погодите, значит, вот мы, получается, оцениваем что? А, вот мы оцениваем вот эту длину, вот мы оцениваем вот эту длину, да? Смотрите, чтобы получить какое-то слово, которое представляет элемент G, порождающих А, надо взять его, представить, записать его в виде порождающих СБ, а потом вместо каждой буквы B поставить вот это слово, да? И получается, что, получается, отсюда такое неравенство, что длина этого слова, словарная длина вот этого элемента, порождающих А, не превосходит, ну, то есть, получается, при этом длина слова увеличивается, значит, в какое-то число раз, причем оценка для этого увеличения, это просто максимальная длина вот этого слова, да? То есть, если мы обозначим через, ну, какую-нибудь константу С, значит, С у нас в сервисе, С у нас теперь не используется, значит, С имеем право использовать, значит, если мы максимальную длину вот этих слов, ну, насколько это множество конечно, да, то есть, если это корректно определенная величина, то получаем вот такую вот вещь. То есть, длина, длина кратчайшего слова, порождающих А, которая представляет элемент G, она не превосходит вот такой величины. Вот. Ну, соответственно, получаем, соответственно, если мы хотим, кстати, аналогично получаем для некоторой другой константы, вот длина порождающих B не превосходит длины порождающих А, может, на какую-то другую константу. То есть, получается, что у нас тривиальное отображение является квазизометричным вложением, ну, соответственно, обратное тоже является квазизометричным вложением. Да, то есть, получаем квазизометрию. Вот. Вот, собственно, вот такое вот замечание. То есть, другими словами, что у нас получается? У нас получается, что, как бы, если мы рассматриваем группу какую-то, конечно порожденную, И какое бы мы конечное множество порождающих не выбрали, то есть, на самом деле, с точки зрения квазизометрии мы получаем то же самое. То есть мы можем рассматривать конечные порождённые группы как некоторый объект, но по модулю квазизометрии. То есть, с точки зрения квазизометрии, мы не различаем разные конечные множества порождающих для группы. Поэтому, на самом деле, эту формулировку можно формулировать немножко другим образом. Во-первых, просто утверждать, что группа, конечно, порождена. Ну, а когда мы пишем квазизометрию, нам уже не важно, какое конечное множество порождающих мы выбираем. Мы просто говорим, что группа квазизометрична пространству Х. Вот. Ну, как я уже говорил в прошлый раз, это, в общем, довольно важная теорема. Она имеет такой концептуальный факт. И, в общем, роль этой теоремы состоит в том, что она связывает геометрию каких-то там, ну, геометрических, таких хороших геометрических пространств, в частности, многообразие, да, с геометрией группы. То есть, геометрия группы, она похожа на геометрию пространства, ну, если мы, значит, качество похожести рассматриваем квазизометрию. Вот. Но я, в общем, на самом деле рассмотрение таких примеров, ну, действительно, это важное, вот это вот теорема используется. В общем, конечно, увело бы нас далеко в сторону, и мы, поскольку все-таки у нас время ограничено, я этим заниматься не буду. Ну, я буду приводить какие-то более простые примеры, а именно, а именно, ну, давайте рассмотрим, значит, вот рассмотрим граф Кэри группы, да. Да. Группа действует на своем графе Кэри. Так, граф Кэри мы обозначаем, значит, группой С, Ж, А, да. Ну, где А, естественно, конечное множество порождающие. А, конечное. Вот, является ли граф Кэри, ну, граф Кэри тоже является метрическим пространством. Является ли граф Кэри геодезическим метрическим пространством? Можем ли мы применять теорему Миллера-Шварца в этой ситуации? Кто-нибудь не ответит? Ну, во-первых, непонятно, как определить метрическое пространство на графе Кэри. Вот, потому что граф Кэри – это такой комбинаторный объект. На самом деле, его можно рассмотреть геометрически, как геометрический объект. Вот сейчас мы, я покажу, как это делать. То есть, если мы рассматриваем произвольный граф, ну, г, пусть г связанный граф, скажем, да. Вот, какой-нибудь граф нарисуюсь с четырьмя вершинами и раз, два, три, четыре, с пяти ребрами. Так, вот, то его можно рассматривать как метрическое пространство следующим образом. Мы рассмотрим геометрическую реализацию этого графа. То есть, рассмотрим геометрическое. Давайте я так буду обозначать. С индексом г, геометрическая реализация. Что мы делаем? Мы превратим каждое ребро в отрезок длины единицы. Вот. То есть, другими словами, мы рассмотрим множество точек, как, значит, множество вершин, как множество точек пространства, да. И там, где мы рисуем ребро, соединяющие две вершины, мы рисуем отрезок длины единицы, который соединяет две соответствующие точки. Вот. Значит, мы превратим это в метрическое пространство. Таким образом? Значит, расстояние между точками. То есть, точками пространства теперь будут являться вершины, и, кроме того, точки, которые лежат внутри ребер. Так? Вот. Ну, а каждое ребро превращается в отрезок длины единиц. Значит, если у нас есть расстояние между точками х и у, это есть длина кратчайшего пути, который соединяет две точки. Ну, значит, каким образом, например, вот вы выбрали какие-нибудь две точки, да, здесь и здесь. Значит, каким образом мы смотрим, значит, как определить расстояние между этими двумя точками. Значит, надо взять, рассмотреть всевозможные пути, которые соединяют две эти точки. Ну, если мы выбрали, например, точки, которые лежали где-то внутри ребер, да, то, значит, любой путь, который идет из этой точки, соединяет ее с какой-то другой точкой, не лежащей на этом ребре, вот, то получается, что надо рассмотреть, значит, мы должны обязательно прийти либо, так сказать, к этой вершине, либо к этой вершине. То есть надо обязательно сначала идти по, значит, этот путь должен сначала проходить через конечную, через одну из двух концевых вершин этого ребра. Ну, например, вот так вот, да, как-то. И дальше надо смотреть уже с путь, соединяющий, путь соединяющий, кратчайший путь, который соединяет соответствующие вершины. То есть чтобы формально, чтобы, так сказать, вычислить расстояние между этими двумя точками, надо сначала, так сказать, рассмотреть вот соответствующие две, две концевые вершины для каждой из этих точек, которые являются концевыми вершинами ребра, на которых этих двух точек лежат, да. Дальше для каждой из этих вершин, то есть на самом деле у нас получается как бы четыре варианта, надо рассмотреть кратчайший путь в графике, который соединяет две эти вершины. Ну, соответственно, если у нас есть две вершины, то кратчайший путь, он это все равно всегда имеет, длина этого пути это некоторое целое число, поэтому всегда существует, этот кратчайший путь всегда существует. Вот, потому что всегда, если у нас есть множество целых чисел, у нас есть всегда минимальное число в этом множестве, да. Значит, и вот тогда надо смотреть кратчайший путь, вот, ну вот если, давайте вот в нашем рисунке, значит, вот до этого рисунка у нас получается ближе, вот, значит, получается, что кратчайший путь будет состоять из, вот он будет, давайте я сейчас таким еще какими цветами рисую, вот этот вот синим, да, вот этот вот кратчайший путь будет вот таким образом, да, получаться, вот, и получается, что расстояние между этими двумя точками, это, значит, надо взять вот это, вот это расстояние от этой точки до этой вершины, ну, это какое-то, видно, что это какое-то расстояние меньше, чем одна вторая, дальше прибавить единичку и прибавить вот это расстояние, которое, вот это расстояние между этими двумя, так сказать, вот между этим концом, между этой вершиной и соответствующей, и, соответственно, вот этой точкой, которая тоже там где-то меньше одной второй будет. Вот, вот получается вот такое расстояние, значит, вот я, ну, я не буду, понимаете, я, мне не хочется формально это все определять, вписывать в виде формул, потому что, мне кажется, это определение достаточно наглядно, и, ну, действительно, вот довольно часто оказывается, что если мы хотим, то есть, смотрим какие-то геометрические объекты, то проще, так сказать, описать словами некоторые, ну, некоторые понятия, да, чем формально определять их формулами. Ну, в данном случае, конечно, это тоже так. Вот, то есть проще просто вот таким образом написать, и, в общем, понятно, каким образом получается расстояние между двумя точками. Ну, понятно, если у нас, если точки рассматриваются, которые, если рассматриваются точки, которые лежат на одном ребре, на одном и том же, да, то, соответствующее расстояние между ними это просто расстояние внутри отрезка, внутри этого ребра. Вот, то есть расстояние, это будет какое-то расстояние меньше единиц. Вот, ну, значит, является ли это пространство, является ли это геометрическая реализация графа геозидическим метрическим пространством? Вот, есть, вы, есть скором, как бы, ответ на этот вопрос? «Может ли, что?» Ну, кажется, да, действительно, на самом деле, Если мы рассмотрим этот кратчайший путь, который соединяет две точки, он и будет геодезической. Почему? Потому что расстояние между любыми точками внутри этого пути, оно будет в точности равно самому отрезку этого пути. Почему? Потому что короче оно быть не может. Потому что если бы оно было короче, то получается, что это пространство, означает геодезическим и метрическим пространством, и мы можем применять к нему, ну, что-то, оно вдохновляет условия теорема Милла Нашвакса. Но на самом деле нужно рассмотреть, значит, посмотрите, у нас есть граф Келли, мы можем рассмотреть геометрическую реализацию графа Келли, да? Ну, или, значит, давайте я буду точно так же его писать, что, значит, писать просто индекс Г, маленькая, вот, это геометрический граф Келли. Значит, надо различать геометрический граф Келли и обычный комбинаторный граф Келли так, как мы его определяли. Потому что комбинаторный граф Келли состоит от множества вершин, множества ребер и некоторых функций, и некоторых функций, определенных на этих множествах, да? Конечная вершина ребра, начальная вершина ребра и обратное ребро. Вот. А это геометрический граф Келли, то есть его геометрическая реализация. Соответственно, это геометрическое и метрическое пространство. Давайте поймем, действует ли наша группа геометричнее на этом пространстве. Давайте поймем. Значит, является ли, значит, вот смотрите, группа действует на, естественно, на геометрическом нашем графе тоже действует. Точно так же. Потому что она ребра, это, кстати, вершины, переводит вершины, а ребра, если мы рассмотрим ребро и действуем, и под действуем элементам группы, то, соответственно, концами этого, концами, ну, то есть она действует на графе, естественно, она действует и на геометрической реализации этого графа, да? Вот. Значит, является действием поограниченным. Ну, надо взять орбиту какой-нибудь точки. Например, рассмотрим точку, которая соответствует вершину, которая вот этого графа, да? Да, или бешу? Значит, которая соответствует единичным элементам группы. Значит, орбита, орбита вот этой точки, да, это просто состоит из, ну, само подмножество, то есть, множество вершин этого графа, естественно. Так? Просто вершин и вершин соответствуют элементам групп. Вот, и получается, что, ну а множество вершин графа является ли оно поограниченным в этом графе? Вопрос очень простой. Поэтому я прошу ответить кому-нибудь из слушателей. Просто это вопрос на то, что, то есть, на внимательность. Нет, ну, будет поограниченным. Конечно, потому что, вот так мы определили геометрический граф, любая точка этого графа, она состоит от вершины, ну, даже на расстоянии не превосходящего, а вдоль второй даже, на самом деле, да? Вот, то есть, да, очевидно. То есть, действие легко ограничено. Ну, является оно метрически дискретным. Второй вопрос. Напомню, да, действие метрически дискретным, если мы, какому бы мы точку не взяли, и то равновесие элементов группы, которые действуют на эту точку, я так сказать, не сдвигая ее на расстояние не превосходящего какой-то величины, всегда конечна. На самом деле, вот это условие метрической дискретности, оно тоже, на самом деле, достаточно проверить только для одной точки. Точно так же, вот по той же причине, по которой коограниченность орбиты тоже достаточно проверить только для одной точки. Так, или нет, сейчас я подсчастно соображу. Нет, вообще-то нет, ну, неважно. Вот, какую бы мы точку, смотрите, какую бы, значит, что надо проверить? Вот взять надо произвольную точку нашего пространства. Так? Вот, ну, эта точка у нас будет, точки бывают двух видов. Либо вершины, либо точки, лежащие внутри ребра. Вот, ну, смотрите, вот если точка у нас лежит внутри ребра, то надо просто проверить, значит, взять какую-нибудь, взять произвольно r, больше равное нулю, вот, и просто посмотреть на множество тех элементов группы, которые сдвигают эту точку на расстоянии, превосходящего r. Ну, поскольку эта точка, она лежит на расстоянии, там, на каком-то ограниченном расстоянии от какой-то вершины, то, на самом деле, достаточно проверить для вершин. Почему? Потому что если вершина не сдвигает, если число, если, как бы, если элементы группы сдвигают, значит, если для каждой вершины число элементов группы, которые сдвигают на какое-то ограниченное расстояние, конечно, то же самое будет верно и для точек, которые лежат внутри ребра. Вот, поэтому, а что происходит для вершин? Значит, если мы возьмем вершину графа Кейли, то, на самом-то деле, как я уже, где-то на одной стене, из первых лекций, замечательно, делал вот это замечание, группа действует свободно на множество вершин графа Кейли. Почему? Потому что никакая, то есть, если у нас имеется вершина, соответствует элементам группы, да, значит, если у нас имеется вершина, которая соответствует элементу, ну, скажем, H, да, то всегда, если G не равно единице, то всегда получается G, H не равно H, да. то есть, группа сдвигает, во-первых, действует свободно, а во-вторых, что получается? Значит, если у нас есть вершина, ну, достаточно, на самом-то, проверить для, достаточно проверить, на самом-то, для вершины, которая соответствует единичному элементу группы, по той же причине, да, по которой, достаточно проверить для одной вершины. И получается, что, значит, множество, смотрите, что получается? Множество элементов группы, которые сдвигают вершину, единичную вершину, на расстоянии, на расстояние, не превосходящее, не R, да, то есть, расстояние между иг Chingengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengok ifengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengeng Потому что расстояние между вершинами, послушайте, длина каждого ребра единица. Если мы рассматриваем какие-то две произвольные вершины, то получается, что длина кратчайшего пути – это просто количество ребер, которое соединяет минимальное количество ребер в пути, которое соединяет две эти вершины. То есть это то же самое, что обычное расстояние в графе Келли, так как мы его определяли. И в частности, например, группа, она вкладывается в наш геометрический граф Келли как подпространство. То есть, в общем, имеется еще такое положение. Но мы рассматриваем здесь немножко другое формально, немножко другую ситуацию. То есть мы рассматриваем действия нашей группы на геометрическом графе Келли. И вот получается, вот это множество нужно показать, что оно конечное. Ну а что это такое? Это расстояние между единицей и ж – это просто словарная длина элемента А. А что такое? Поскольку А – это конечное множество, то число элементов Ж, то есть получается, что на вот это множество есть число элементов Ж – словарная длина, которых не превосходит R. Ну это в точности просто есть число элементов группы, которые представляются словами длины, не превосходящей R. Ну а поскольку алфавель конечный, то есть, соответственно, это множество конечных. То есть это всегда множество конечных. Вот, и мы получили, что действие является и коограничным. Ну вот пример, когда у нас рассматривается коограничное и дискретное действие – это вот группа Ж действует на геометрическом графе Келли. Вот. Ну, в частности, отсюда получается, что группа Ж, она квази-изометрична своему геометрическому графу Келли. Вот. Но, в общем-то, это, собственно, ничего хорошего в этом случае Терева Милнара Шварца нам не дает, просто потому что, ну мы знаем, что, как я только что заметил, сама группа, она вкладывается как ветрическое пространство в геометрический граф Келли, ну и причем, очевидно, является коограничным, потому что группа вкладывается в граф Келли как множество вершин. Это множество коограничное, и я уже формулировал утверждение о том, что если у нас имеется пространство, и коограничное подпространство в нем, то они тоже квази-изометричны. То есть вот эта квази-изометрия, она получается как бы простым способом из таких элементарных свойств квази-изометрии. Вот. То есть для этого не нужно применять Терева Милнара Шварца, но, тем не менее, вот и можно с помощью Терева Милнара Шварца тоже доказывать вот это утверждение. Вот. Она здесь тоже применяется. Давайте еще какие-то утверждения относительно квазизометрии групп я сформулирую. Ну, в частности, вот смотрите, я буду доказывать эти утверждения с помощью теоремы Милна-Рашварца, ну, чтобы просто проиллюстрировать, что вот эта теорема, она достаточно хорошо работает в некоторых случаях, когда мы хотим доказать квазизометрии. Ну, вот такое утверждение, сейчас сформулирую предложение. Итак, допустим, что у нас есть группа G, я буду, естественно, рассматривать всегда конечнопорожденные группы, вот, ну, значит, G, значит, конечнопорожденные группы я буду всегда подразумевать сегодня. Потому что когда я буду рассматривать квазизометрии групп, то, естественно, я рассматриваю квазизометрии относительно какое-то конечное множество порождающих, Во-первых, потому что для конечного множества порождающих рассматривать квазизоэтиричное отображение естественно, как я уже заметил. Не зависит от выбора конечной системы порождающих. По умолчанию предполагаю, что группа конечная порождающая. Так вот, если мы рассмотрим подгруппу конечного индекса, если у нас подгруппа конечного индекса, то известно, что мы можем... Давайте я сейчас применю Тереву Мелмара Шварца до этого. Что у нас получается? Значит, подгруппа конечного индекса... Так, запишу просто это условие. Вот. Я утверждаю, что группа Ж и А шквазизоэтиричны. Ну, во-первых, на самом деле... Давайте так как-то надо поставить. Вот так вот, да? Это будет заключение. На самом деле, из алгебры нам известен такой факт, что если у нас имеется конечная порожденная группа, и у нас имеется подгруппа конечного индекса, то подгруппа тоже конечная порождена. Вот. Но это факт, на самом деле, можно вывести из Терева Мелмара Шварца. Смотрите. Значит, что нужно делать? Вот. Рассматриваем граф, значит, рассматриваем геодетическое и метрическое пространство, и у нас должна действовать группа H, да? Значит, рассматриваем в качестве X, просто рассматриваем геометрический граф Келли. Ну, относительно некоторого конечного множества порождающих. Вот. Дальше. Поскольку группа действует на нашем графе, то и подгруппа действует, да? Значит, группа H действует на нашем пространстве X. Теперь надо проверить, что группа, что это действие коограниченное и метрически дискретно. Значит, коограничность проверяем. Давайте рассмотрим орбиту той, орбиту какой-нибудь точки. В частности, например, орбиту единицы, да? Вершины, орбиту единичной вершины. Значит, что такое орбита единичной вершины? Это значит, что мы берем единичную вершину, действуем на нее всевозможными элементами подгруппы H. Ну, а это просто есть множество, это просто есть сама подгруппа H, которая может рассматриваться как подмножество вершин графа Келли. Ну, V через V обозначает множество вершин. Вот. Теперь, значит, я утверждаю, что это множество К ограничено. Ну, собственно, почему это множество К ограничено? Ну, вот, группа H имеет конечный индекс. Это значит, что у нас имеется конечное число смежных классов, например. То есть, получается, у нас есть, существует конечное число смежных классов. То есть, существует конечное число элементов, ну, скажем, G1 и так далее, G какой-нибудь К. Такое, что группа G есть объединение этих смежных классов. G1, H, G2 и так далее, H, G, K. Вот, другими словами, каждый элемент группы G представляется в виде произведения H на какой-то G и 3, да? Ну, в силу вот этого, в силу, в силу просто вот этого объединения. То есть, надо взять элемент группы H и умножить на какой-то из этого конечного набора G и 3. Значит, в графе Келли это выглядит следующим образом. Значит, если у нас есть элемент, то есть, если есть какая-то вершина графа Келли, G, значит, что мы рассмотрим? Мы сначала рассмотрим, значит, и рассмотрим путь, значит, конечной вершины, которого является, идущей из вершины единица, значит, конечной вершиной является вот этот элемент H, а дальше рассмотрим путь, который, значит, вот, который помечен, ну, значит, который, ну да, вот как получается, что вот здесь, значит, вот смотрите, получается, что вот метка этого пути, да, это есть некоторое, ну, собственно, это некоторое слово, которое представляет элемент H, А метка этого пути, вот этого пути P, это путь, который представляет элемент, соответственно, G и T. То есть получается, что каждая вершина G отстоит от некоторой вершины H, так что она соединяется от этой вершины H. К вершине G идет путь, который помечен некоторым словом, который представляет этот элемент G и T. Но число этих всех слов конечно. Получается, что для каждой вершины G существует какая-то вершина H, которая соединяется с вершиной G путем какой-то ограниченной длины, потому что этих элементов конечное число. И собственно получается коограниченность. То есть другими словами, для каждой вершины G существует вершина H, которая находится от нее на некотором ограниченном расстоянии. То есть вот это действие коограничено. Ну а метрическая дискретность получается сразу, потому что, ну смотрите, что такое метрическая дискретность? То есть это число элементов группы G, которые переводят данную точку на расстояние превосходящего R, конечно. Но H это подгруппа. То есть для подгруппы мы получаем то же самое условие. То есть из того, что действие группы G метрически дискретно, получается, что и действие группы H метрически дискретно. То есть получается, собственно, выполнены условия этой теоремы. И получается как раз то, что нужно. Получается группа G и H квазиизометричной. В частности, из этой теоремы получается, что подгруппа H является конечно порожденной. То есть подгруппа конечного индекса конечно порожденной группы конечно порождена. Но этот факт действительно доказывается и в курсе теории групп. Но вот здесь мы тоже его получаем. Значит, еще одно утверждение. Давайте еще одно утверждение докажу. Ну, кстати, вот этот факт довольно часто используется. Ну, давайте я сейчас еще одно утверждение оформлю. Похоже. Значит, если G опять конечно порожденная группа. Я вот так вот пишу в скобках, потому что это сегодня всегда подразумеваю. Значит, если у нас имеется подгруппа, нормальная подгруппа этой группы. И причем эта подгруппа конечна. Значит, можем рассмотреть фактор группы. G по N. И оказывается, что мы тоже имеем квазиизометрию. Так, здесь надо опять значок следования. То есть, вот это условие. Значит, если у нас имеется нормальная, конечная нормальная подгруппа конечной порожденной группы, то фактор группы по этой конечной нормальной подгруппе, она квазиизометрична самой группы. Значит, опять можно доказывать с помощью теории Милна-Рашквардса. Значит, опять мы рассматриваем, значит, вот эту группу, значит, значит, опять нужно доказывать квазиизометрию. Но давайте, значит, мы докажем немножко, здесь немножко по-другому надо рассуждать. Если мы обозначим эту группу через H, да, то на самом деле нужно рассматривать действия на графе Келли. То есть, надо в качестве пространства рассматривать граф Келли вот этой группы H. Геометрическую реализацию H. Ну и смотрите, относительно какого-то конечного множества порождающих. Неважно, а, да? Теперь смотрите. Почему так удобно рассматривать? Дело в том, что группа G действует, значит, H действует, да, на группе, на этом пространстве X. Ну, это мы знаем. Группа действует на своем графе Келли, на геометрической его реализации, да. Ну и группа G действует. Каким образом? Ну, у нас получается такой, если есть естественный эпиморфизм группы G, H, да, вот, то просто надо, значит, действие элемента G на точке X, просто надо взять, просто взять этот образ этого элемента G, посмотреть, чем он соответствует группе H, и просто подействовать на точку X, да. То есть мы как бы, значит, забываем про это ядро, вот, и смотрим просто действие, действие этой группы на любой точке этого пространства. Значит, что надо смотреть? Ну, действие, во-первых, Ко ограничено, ну, потому что очевидно, что орбита любой точки этого действия, она совпадает с орбитой относительно действия H, да, потому что, ну, вот, как бы, элементы группы G действуют точно так же, как элементы группы H. Значит, оно Ко ограничено естественным образом. Поэтому почему оно метрически дискретно? Смотрите, метрическая дискретность требует вот что. Она требует, чтобы на любой точке пространства число элементов группы, которые сдвигают эту точку на какое-то ограниченное расстояние, было конечно. Мы знаем, что это верно для h, потому что h действует на своем графике L. Это мы уже проверяли. Что мы утверждаем про g? А число элементов группы g, которые действуют точно таким же образом, получается, что это просто надо взять те же самые элементы h и просто взять всевозможные их прообразы относительно π. Но число прообразов любого элемента h относительно π, конечно, почему? Потому что все прообразы получаются как бы из ядра. То есть все прообразы, это просто есть смежные прообразы, составляют смежный класс относительно вот этого подгруппы n, которая конечна. То есть число прообразов у каждого элемента группы h конечна в группе g. Поэтому, соответственно, из дискретности действия группы h вытекает дискретность действия группы g. И получаем то же самое. Значит, получаем, что, применяя теорию Милна-Рашварца, получаем вот эту квазизометрию. Почему? Потому что g. Потому что h, значит, что получаем? h квазизометрично своему графу Келли. Да, с одной стороны. А с другой стороны, теорию Милна-Рашварца нам, поскольку мы проверили, мы, значит, рассмотрели действия группы g на этом пространстве, это квазизометрично в группе g. Вот, собственно, и получается вот это утверждение. Вот, ну, значит, вот мы доказали два таких утверждения. На самом деле, это вот, ну, вот такое тоже, скажем, ну, широко используемое, скажем так, вот эти два, точнее, широко используется вот в геометрической теории групп. И более того, есть такое понятие, вот я сейчас сформулирую, которое называется с измеримостью. Определение. Значит, группы, две группы, скажем, опять я рассматриваю, ну, даже не обязательно, конечно, праздновные, здесь рассматриваются более общие варианты, значит, две группы g1 и 2 соизмеримы? Если, значит, если они обладают изоморфными подгруппами конечного индекса, если существует подгруппа в каждой из них, такая, что, значит, каждая из них имеет конечный индекс и они заморфны. Вот такое условие, да? Значит, есть еще, на самом деле, вот это определение, оно как бы учитывает вот это утверждение. То есть, на самом деле, из этого определения получается, что если у нас имеются две конечные порожденные группы, и они соизмеримы, то они квазизометричны. Просто из этого предложения непосредственно вытекает, да? Значит, если мы еще используем вот это утверждение, то возникает другое понятие, которое называется слабая соизмеримость. g1 и g2 слабо соизмеримы. То есть, это такое более общее понятие, если, значит, если на самом деле получается так, значит, если существует конечная, если у них существует подгруппа конечного индекса, я сначала словами говорю, и у этих подгрупп конечного индекса существуют конечные нормальные подгруппы, так, что соответствующий фактор группы получается изоморф. Значит, я теперь напишу это, да? Если существуют подгруппы, существуют нормальные подгруппы в этих подгруппах, так, значит, такие, что, значит, во-первых, значит, соответственно, индексы конечные, сами подгруппы N и T конечные, нормальные, так, и фактор группы изоморфны. Значит, H и T, нет, H1 на N1, изоморфна H2 на N2. Вот. Собственно, из этих утверждений получается, что... Я уже не буду их тогда использовать. Из того, что мы доказали, получается следующий факт. Если... Предложение, да? Это следствие. Значит, если G1 и G2 конечных вырождены и слабо соизмеримы, и слабо соизмеримы, то они квазизометричны. Ну, на самом деле, еще нужно, конечно, проверить, является ли это... Обычно, если какие-то отношения подобного рода вводятся, отношения подобия, да, то надо рассматривать, надо доказывать их, то, что они являются отношениями эквивалентности. Вот я сформулирую такое предложение. Значит, соизмеримость и слабая соизмеримость. Отношения и половинности. То есть они рефлексивны, симметричны и транзитивны. Ну, то, что они рефлексивны и симметричны, это очевидно, потому что, ну, понятно, что рефлексивность, значит, это мгновенно вытекает из определений, а симметричность просто вытекает из симметричности определений, да? Значит, нужно проверить транзитивность. Ну, например, вот давайте посмотрим на отношения соизмеримости. Значит, у нас имеется G1, G2, у них подгруппы конечного индекса H1, H2, значит, которые изоморфны между собой. Значит, у нас имеется G3, значит, у G3 и у G2 имеется, скажем, H1 штрих и H2 штрих, тоже подгруппы конечного индекса, которые изоморфны между собой. Вот, ну, значит, что нужно сделать? Надо взять пересечения. Вот эти, значит, уже два, у нас имеются две подгруппы конечного индекса. Если мы рассмотрим пересечение H2, H1 штрих, это подгруппа конечного индекса. G. Почему? Ну, это известен такой факт из теории групп. Я не знаю, доказывали вы его или нет, где-нибудь, но если, если у нас имеется две подгруппы H1 и H2 группы G, то индекс, значит, индекс пересечения не превосходит произведение индекса. Поэтому, если индекс, если находится подгруппой конечного индекса, то и подгруппа, то и пересечение будет подгруппой конечного индекса. Соответственно, получается, что вот пересечение это подгруппа конечного индекса. Соответственно, если мы осмотрим соответствующую подгруппу здесь, получается подгруппа конечного индекса. И здесь получается тоже соответствующая подгруппа конечного индекса, получается изоморфный. То есть, получаем, мы находим подгруппы конечного индекса G1 и G3, которые изоморфны, то есть получается соизмеримость является традиционным. Для слабой соизмеримости там нужно немножко чуть побольше, конечно, повозиться. Я не буду доказывать вот это утверждение в случае слабой соизмеримости. Это вот чисто, ну как бы это не очень техническая, ну не такая техническая, скажем так, техническая работа с такой, с абстрактной теорией групп. Вот, но, значит, оставлю его без доказательства. Вот, но что я хочу, что еще хочу по поводу этого сказать? Ну, на самом деле, получается вот что, смотрите, у нас есть как бы две операции. Значит, мне можно определить несколько операций для групп. Значит, одна, значит, вот какие операции, значит. Если у нас есть группа, мы можем перейти к подгруппе конечного индекса. Если у нас есть, значит, группа, мы можем, на самом деле, рассмотреть обратную операцию. То есть рассмотреть большую группу, в которую вкладываются наши группы, но эта большая группа, значит, вот эта наша группа, она должна иметь в большей группе, она должна быть подгруппой конечного индекса. То есть это называется надгруппа конечного индекса. Значит, еще можно рассматривать переходы, значит, фактор группы по конечным нормальным подгруппам и, соответственно, обратную операцию. То есть увеличить группы так, чтобы она, значит, чтобы новая группа была, так сказать, чтобы наша группа являлась фактором группы, большей группой по нормальной подгруппе конечного, по нормальной конечной подгруппе. И получается, что вот эти, как бы мы даже четыре операции определили, и на самом деле слабая соизмеримость, получается, что группы слабо соизмеримы, Тогда и только тогда, когда от одной к другой можно перейти к какой-то конечной последовательности этой операции. Почему? Ну вот, вытекает из транзитивности. Вот, то есть вот эти четыре операции приводят к слабой соизмеримости. А если мы рассматриваем просто переход к подгруппе конечного индекса и переход к надгруппе конечного индекса, то получаем соизмеримость. Вот что мы получаем. Ну вот, значит, позвольте мне сегодня на этих примерах закончить. Давайте я сформулирую небольшое упражнение. А именно, давайте я предложу вот что, значит, упражнение. Вот, доказать, что свободные группы любого конечного ранга, квазизометричный, что, значит, Fn квазизометрично Fn при любых m и n больше или равным 2. Вот. То есть свободная группа ранга, по крайней мере, 2, квазизометрично. Ну, то есть Fn свободная группа ранга вот такое упражнение, и тогда на сегодня мы заканчиваем. overboard train, который не рекомендантов. Принэктометричный, Sang7iciones сметанит к